Название праздника отражает суть события. Это вознесение на небо Иисуса Христа, завершение Его земного служения. Это событие всегда празднуется в 40-й день после Пасхи. Накануне праздника в храме Святого Георгия идет подготовка к утренней праздничной службе. По словам священнослужителя, вознесение Господня надо отмечать молитвой. Однако у жителей города издавна сложилась еще одна традиция в этот день. Действительно, ближе к вечеру, накануне праздника Вознесения, жители нашего города с уважением чтут сложившуюся традицию. Ходят на кладбище и поминают своих близких. Почти как на родительский день, только не с таким размахом. Кто поодиночке, кто со своими семьями приносят цветы, воду и венок могилам усопших. Сегодня праздник. В этот день люди, как говорят, люди в старину распускают, собирают мертвых. В этот день тоже ходят на кладбище, поминают их. На этот праздник закрываются мертвые. До сих пор, мы говорили, Христос воскрес, до сегодняшнего дня. Сейчас уже прекращаются, мертвые закрываются. Мы знаем, что сегодня день Вознесения Господня. По традиции, по всем нашим обычаям, то, что отмечается у нас в Тараклее, мы ходим на кладбище, приводим могилы в порядок. Скажите, а вы знаете, как возникла традиция именно в этот день приходить на кладбище и поминать усопших? Не припомню. Это уже давным-давно знаю, что все ходят в этот день на кладбище. Я точно не могу сказать, но как приходили мои родители, меня так учили, так и я придерживаюсь этой традиции. По народному поверью, в день Христового воскресения души усопших покидают свои могилы и в течение 40 дней находятся на земле. В день Вознесения они возвращаются в свои могилы. Число 40, не случайное, во всей священной истории, это было время окончания великих подвигов. По закону Моисееву, в 40-й день младенцы должны были приноситься родителями в храм Господу. И теперь, в 40-й день после воскресения, как бы после нового рождения, Иисус Христос должен был войти в небесный храм своего Отца, как спаситель человечества.